Приветствую вас, уважаемые разработчики! Меня зовут Владилен Минин, и в данном видео я хочу вам представить новый большой курс от команды Web4MySelf. Как вы видите сейчас на экранах, данный курс называется Fullstack Master, и, конечно же, он посвящен продвинутой веб-разработке, как раз-таки по направлению Fullstack на языке JavaScript. Давайте немного поговорим про то, что такое Fullstack-разработка, если вы не знаете. По сути, сейчас все сайтостроение, оно сводится к двум большим областям. Первая область называется Backend, и вторая область называется Frontend. Так вот, Fullstack — это как раз-таки совмещение двух этих областей и разработка всего приложения целиком. Если говорить про то, что такое Frontend, то это разработка визуальной части того, что вы видите у вас на экране. То есть это различные кнопочки, цвета, темы, анимации, элементы и так далее. Если же говорить про Backend, то это то, что является логикой вашего приложения. То есть это взаимодействие с базами данных, это работа с авторизацией пользователя, работа с денежными переводами и прочее. Все, что вы не видите на вашем приложении, но при этом оно присутствует. И как раз-таки мы разработали такой курс, который показывает разработку с полного нуля небольшой CRM-системы. То есть это будет включать в себя и Backend, и Frontend. И в дальнейшем мы с вами еще переложим этот сайт на определенный домен, и вы сможете его там смотреть. То есть мы сделаем полностью разработку всего приложения целиком. И само приложение мы посмотрим немножечко позже по видео. А пока давайте посмотрим на контент данного курса. Перед глазами вы сейчас видите меню, которое у вас будет, когда вы приобретете данный курс. И по сути здесь у нас есть разделение всего данного курса на различные логические блоки. То есть, как я уже говорил, данный курс является именно разработкой, и он полностью является практическим. Однако у нас присутствуют теоретические части, где мы в процессе курса рассказываем, как пользоваться теми или иными вещами. И также еще стоит оговориться о том, какие основные технологии использовались при создании данной CRM-системы. Вся разработка Backend шла на платформе Node.js и с использованием фреймворка Express.js. В качестве базы данных мы использовали MongoDB, и также мы еще использовали фреймворк Passport.js для реализации авторизации. Но про это мы поговорим немного позже. Что касается фронтенда, то мы использовали там фреймворк Angular и как раз-таки его шестую версию, которая вышла 1 мая 2018 года. То есть, самую свежую технологию. И теперь давайте поговорим уже про контент данного курса. Мы видим некоторые логические блоки, на которые разделен данный курс. Но для начала давайте мы перейдем в бонусы, потому что если у вас не хватает определенных знаний для прохождения данного курса, то мы постарались покрыть эти знания различными бонусными курсами. И как раз-таки давайте рассмотрим, с чего стоит начинать, если у вас нет полной картины. Итак, мы переходим в бонусы. Первый бонус мы пока немного пропустим. Мы вернемся к нему немного позже. Здесь у нас рассказывается, как выложить весь наш сайт на домен и на платный хостинг. Поэтому мы и принесли его в бонусные уроки, потому что тут есть платные элементы. Теперь, что касается первого бонуса, по сути, под номером 2. Это премиум курс по JavaScript. То есть, если вам нужно освежить знания или вы новичок в разработке JavaScript, то данный курс, он даст вам полное понимание того, что это за язык, как пользоваться его базовыми элементами и вообще, как программировать на JavaScript. То есть, здесь у нас есть 24 урока, рассказывающие про основные его базовые элементы, которые вам потребуется знать. Следующий бонус. Кстати, бонусы, они расположены в том порядке, в котором их нужно учить, то есть, по, может быть, сложности, да, если угодно. И следующий бонус, который вам, может быть, стоит пройти, это бонус по языку ECMAScript 6, который рассказывает про новый синтаксис JavaScript, который был введен не так давно. Разработка всего нашего приложения ведется на новом стандарте языка с использованием самых последних штук, даже с использованием AsyncAwait. Поэтому для прохождения данного курса нужно очень хорошо понимать все вещи, которые перечислены в данном бонусе. И поэтому мы его приложили. Далее у нас идет ознакомительный курс по основам Node.js. То есть, если вы не знаете, что такое платформа Node.js, то как раз-таки здесь мы расскажем вам про самые основные вещи, которые стоит знать про Node.js и начать ей пользоваться. Опять же, в самом контенте курса мы еще раз будем говорить про ноду, будем говорить про ее базовые элементы. Но, тем не менее, если вы хотите немного более детально взглянуть на Node.js, то советую ознакомиться для начала с этим курсом. Несмотря на то, что мы будем проговаривать все основные элементы. Далее у нас идет небольшой курс по MongoDB. Здесь вы узнаете про то, что такое MongoDB, как ее локально установить, как взаимодействовать с базовыми элементами и просто понять, что вообще такое за база Node.js и как ей пользоваться. Опять же, в самом курсе, повторюсь еще раз, но мы будем рассказывать вам про все фишки, которые мы используем, будем рассказывать подробно, как мы их используем, и поэтому, может быть, где-то будем повторяться, но для того, чтобы материал лучше закреплялся. Далее у нас идет премиум курс по системе контроля версии Git и системе GitHub. То есть здесь вы узнаете, как пользоваться данной системой, потому что мы, в принципе, в курсе будем ее затрагивать. Ну и плюс каждому full stack разработчику, конечно же, необходимо уметь работать с данной системой, поэтому мы решили, что это будет очень полезно для вас. Следующий бонус – премиум курс по TypeScript. TypeScript – это язык, по сути, тот же самый JavaScript, только с использованием уже строгой типизации. Frontend мы будем разрабатывать именно на данном языке, поэтому данный премиум курс позволит вам разобраться, как использовать типы в данном языке. То есть здесь у нас есть 13 уроков, которые помогут вам это сделать. И восьмой бонус – бонус – премиум курс по библиотеке RxJS, где вы узнаете, как работать с асинхронными событиями в JavaScript с помощью данной библиотеки. В разработке Frontend мы будем использовать данную библиотеку очень часто, потому что у нас будет работа со многими асинхронными событиями, и поэтому данный премиум курс вам позволит вам лучше ознакомиться с данной библиотекой и понять, как можно обрабатывать различные асинхронные события в JavaScript. Теперь давайте вернемся к главному меню. То есть это был разговор про бонусы. И вернемся уже к основному контенту данного курса. И давайте кратко рассмотрим, что у нас есть здесь в качестве основного контента. Если рассматривать с первого блока, то первый блок у нас является чисто теоретическим. То есть для начала вы узнаете такие базовые понятия, что такое REST API. Вы познакомитесь с архитектурой нашего приложения, то есть поймете, как оно будет построено. Далее на схемах вы узнаете, как у нас будет работать авторизация без сессий, а именно через веб-токен. Как у нас будут построены модели, и что они все будут включать. Какие IP-запросы нам нужно будет построить для нашего приложения. Какие программы вам нужно будет установить для прохождения данного курса. И мы с вами еще подробно рассмотрим систему, которую мы с вами реализуем, для того, чтобы вы лучше понимали, какие именно элементы мы разрабатываем. То есть данный блок является чисто теоретическим, и здесь мы постараемся покрыть все те знания, которые вам потребуются теоретически для дальнейшего прохождения курса. И начиная со второго блока, мы начнем разрабатывать наше приложение. Разработка у нас пойдет именно с серверной части, то есть мы начнем разрабатывать именно бэкэнд. И в данном блоке мы просто создадим экспресс-сервер, настроим все необходимое и подключимся к базе данных MongoDB. Третий блок у нас посвящен также серверной разработке, то есть бэкэнду. И здесь мы разрабатываем только блок авторизации. Авторизация — это вообще отдельная история, это, пожалуй, самая сложная часть системы на сервере. И поэтому мы выделяем это все в отдельный блок, где мы рассматриваем, как мы можем регистрироваться в нашей системе с учетом базы данных, как выполнять различные проверки, как работать с библиотекой Passport.js и с ее стратегиями определенными, какие HTTP статусы использовать для различных типов ошибок или успешных входов и так далее. То есть здесь у нас такая комплексная разработка будет, и мы получим в итоге работающую авторизацию на стороне сервера. Четвертый блок у нас посвящен формированию API. То есть здесь мы будем с вами подробно говорить про то, как нам реализовать практически все роуты API для работы нашего приложения. То есть конкретно здесь у нас будет реализация всех сущностей, которые у нас есть практически. Об этом чуть позже. И начиная с пятого блока, мы начнем разрабатывать авторизацию, но уже на стороне клиента. То есть это именно у нас будет фронт-энд. Здесь у нас есть 13 уроков, которые подробно вам расскажут, как правильно настроить авторизацию, как правильно обрабатывать ошибки, как валидировать формы для авторизации, как работать с веб-токеном, который должен автоматически добавляться к HTTP-запросам, как защищать различные роуты, которые у нас есть на стороне клиента, как обрабатывать ошибки и многое-многое другое. То есть на самом деле данный блок, он очень объемный получился. Потому что здесь у нас также идет довольно-таки сложное взаимодействие с сервером и распределением различных тем, которые у нас есть на фронт-энде. Поэтому здесь мы говорим только лишь про авторизацию. В шестом блоке мы с вами будем разрабатывать одну страницу, которая включает в себя три страницы, по добавлению категорий и позиций. То есть здесь интересно, мы с вами будем реализовывать еще загрузку картинок на сервер, который также будет реализован на Node.js у нас, и многие другие элементы, которые я сейчас покажу после того, как расскажу про теоретическую часть. Седьмой блок — добавление заказа. Здесь мы реализуем следующую страницу, которая позволит нам добавлять заказ. Страница истории. То же самое, да, просто мы выделяем в отдельный блок историю, потому что, по сути, каждая страница получилась довольно-таки объемной, и логично ее выделять в отдельный блок. То есть у нас тут, например, реализована погенация и различные фильтрации на фронт-энде и на бэк-энде, соответственно. Девятый блок у нас немного выделяется от других блоков, и, по сути, здесь у нас идет перемешка, разработка и бэк-энда, и фронт-энда. То есть сделано это было для того, чтобы объединить две страницы, которые отвечают именно за некоторую аналитику, и к этому моменту вы уже понимаете, какими именно понятиями мы оперируем в данном курсе, для того, чтобы дальше реализовать это все на бэк-энде. То есть мы в первом уроке, например, будем вычислять множество данных для фронт-энда, для страницы аналитики. Далее мы вычисляем различные данные для построения графиков, и на фронт-энде мы будем их также рисовать. То есть здесь идет комплексная разработка всего вместе. И десятый блок данного курса, он посвящен запуску приложения на удаленном хостинге и как раз-таки с использованием сервиса Heroku. То есть здесь у нас есть семь уроков, которые расскажут вам о том, как подготовить фронт-энд и подготовить бэк-энд, как настроить вообще все наше приложение, для того, чтобы мы могли с помощью инструмента Heroku CLI залить это все через консоль на удаленный Heroku сервер и запустить там проект. То есть здесь у нас семь уроков есть, и на самом деле не все так очевидно, как кажется. Поэтому мы вынесли это все в отдельный блок. Здесь стоит заметить тот факт, что Heroku является бесплатным, именно поэтому данный блок лежит в основной части данного курса. И теперь, что касается одного бонуса, который мы не покрыли. Бонус называется запуск VPS на VPS с доменом. Здесь у нас есть семь уроков, где подробно рассказывается, как вообще происходит процесс загрузки FullStack приложения на любой удаленный VPS хостинг и дальнейшая его настройка для того, чтобы запустить все приложение на определенном домене, который вы купите. То есть здесь у нас есть семь уроков. Здесь рассказывается, как правильно запускать фоновые процессы на VPS хостинге. Здесь показывается, как правильно устанавливать MongoDB на Ubuntu, как правильно устанавливать зависимости и многое-многое другое. То есть на самом деле здесь намного больше материала, чем это видно по урокам. И давайте посмотрим теперь на систему, которую мы с вами разработаем в данном курсе. То есть, как вы видите, она находится у нас на отдельном домене. Это то, что вы получите в итоге. И давайте поговорим про систему. Во-первых, как я уже говорил, это CRM-система небольшая, которая по сути может послужить для небольшого бизнеса. Дальше, конечно же, вы сможете ее доработать и, в принципе, можно из этого сделать уже будет отдельный сервис. По функционалу мы посмотрим внутри системы. Еще мы использовали здесь Material Design для реализации всего этого дизайна. То есть мы будем разрабатывать его с нуля. Вы увидите, какие есть самые различные элементы и прочее. И что касается самой системы. У нас есть страница входа, у нас есть страница регистрации. Обратите внимание на скорость адресовки разных страниц. Мы разрабатываем именно Single Page Application. То есть это одностраничное приложение. И, соответственно, все у нас находится в динамике. У нас есть различные валидации. То есть, например, если мы вписываем что-то неправильное, то у нас будут сразу же динамически показываться различные валидации. Давайте, допустим, заведем какой-нибудь аккаунт. Точнее, войдем уже в существующий. Допустим, я зайду с ошибкой, нажму «Войти». И у нас, видите, появляется уже сообщение об ошибке. То есть, также у нас сервер все валидирует в динамическом режиме. И если мы заходим в данную систему, допустим, мы не хотим сохранять никакие данные, то мы получаем основное меню данного приложения. Мы попадаем на главную страницу, то есть на страницу обзора. Здесь у нас есть одна маленькая особенность. Сейчас вы видите 0 рублей и 0 заказов. Это только потому, что у нас в системе все считается за вчера. То есть, логично, что если сегодняшний день еще не завершился, то, соответственно, не нужно показывать его данные. Поэтому у нас все считается за вчера, а вчера у нас не было заказов. Поэтому пока что здесь нулевые данные. Но что здесь показывается? Во-первых, у нас показывается время, когда, за какой период показываются данные. И, по сути, у нас показывается два главных параметра внутри системы. Это выручка и количество заказов. Давайте вначале поговорим про именно сущности и вернемся уже к этой странице. По сути, все начинается с пункта меню ассортимент, где вы, как, допустим, владелец какого-то малого бизнеса, можете добавить определенный список продукций, которые у вас есть по категориям. То есть, например, если рассматривать, что вы владелец какого-то маленького ресторана, то у вас есть, по сути, некоторое меню. То есть, например, у вас есть категории десерты, напитки, супы и, например, основное блюдо. Если вы будете, например, владельцем каких-то сервисов для автомобилей, то это будут, соответственно, товары для автомобиля. И в каждой категории, если мы зайдем, мы увидим позиции, которые прикреплены именно к данной категории. То есть, например, если в напитках у нас есть сок, кофе и чай, то, в принципе, понятно, что это за позиции и как ими пользоваться. Если же, допустим, будут супы, то это у нас борщ, солянка и щи. То есть, именно в меню ассортимент мы добавляем список всей продукции, которая у нас есть. И что мы делаем дальше? Дальше мы можем в поле добавить заказ. Мы можем формировать заказ, то есть, грубо говоря, переносить сюда чеки, которые вы получаете в меню. И дальше мы строим различную аналитику на все те заказы, которые у нас поступали. Давайте вначале поговорим про UI-элементы, которые мы реализовали. И дальше поговорим про идеологию. Что касается категорий, то здесь у нас есть страница, где выводится список. Допустим, мы, если можем перейти в супы, то здесь мы видим различные элементы, такие как валидация форм. Опять же, да, то есть у нас все формы, которые есть в приложении, они валидируются. И для каждой категории у нас есть определенная картинка. То есть мы можем ее менять, загрузить новую, да, и так далее. Также мы можем удалить какую-либо категорию, которая удалит за собой все позиции и категорию соответственно. Мы можем добавлять новые позиции. То есть, например, что еще можно добавить в супы? Так, допустим, не знаю, молочный суп. Пусть будет. На самом деле я сходу не смог ничего придумать, лучше. Добавляем какую-нибудь цену. Повторюсь, что формы все так же валидируются, да, поэтому можно за этим смотреть. И нажимаем сохранить. У нас появляется сообщение, и мы видим, что у нас появляется новая позиция. Мы можем редактировать текущие позиции. Да, то есть все работает таким образом. Теперь у нас есть страница добавления заказа. Здесь у нас выводится список всех тех категорий, которые у нас есть, плюс картинки. И дальше мы можем просто переходить на какую-либо категорию и добавлять определенные товары. То есть, например, мы хотим добавить одну печенюшку и один чизкейк. И, допустим, мы хотим все это запить, например, запить молочным супом. Вот такой у нас потрясающий заказ появляется. То есть мы можем делать навигацию между различными категориями, да, добавлять элементы. И в кнопочке «Завершить» у нас появляется список всех тех элементов, которые у нас были добавлены в заказ. Вот, причем здесь у нас показывается общая стоимость, количество элементов и название элементов. Мы их можем удалять, например, и подтверждать заказ. То есть примерно таким образом. И показывается номер заказа, который был добавлен. Теперь у нас есть страница «История». На странице «История» у нас показываются все те заказы, которые у нас были сделаны внутри нашей системы. То есть показывается их номер в порядке сортировки по датам. Да, показывается дата, время. То есть вот, да, сегодня было 1 июня, 12 часов утра. Сумма заказа у нас показывается также. И мы можем посмотреть, что входило в данный заказ, нажать на кнопочку. То есть мы заказали печенюшку, молочный суп и плов. Здесь, как я уже говорил, у нас реализована пагинация. Мы здесь используем всего по 2 элемента только для демонстрации данного функционала. То есть на момент разработки курса у нас было мало заказов. И поэтому, чтобы просто проверить функционал именно пагинации, мы добавили лимит в 2 элемента. То есть оно подгружается по 2 элемента. Но, естественно, это можно исправить, изменив лишь одну константу. Поэтому здесь это сделано только в целях демонстрации. То есть здесь можно посмотреть любой заказ. Например, на 2500 рублей у нас было 10 гулешей и 1 плов. Вот, то есть это что касается истории. Также у нас в истории еще реализован фильтр, с помощью которого мы можем фильтровать различные заказы. То есть, например, мы можем фильтровать по номеру заказа. Например, 25. И мы получаем 25 заказ. Если мы удалим, то мы получаем все заказы. И у нас также реализована еще фильтрация по временным рамкам. То есть, например, мы хотим получить заказы от, скажем, 20 мая. Применить фильтр. У нас показывается красная иконка теперь, что фильтр у нас применен. Да, мы можем посмотреть. Да, то есть вот больше у нас заказов нет здесь. Да, все идут от 23 мая. И, допустим, мы хотим фильтровать до 27 мая, чтобы вычеркнуть этот заказ. Давайте попробуем 28 применить. И вот мы получаем список всех тех заказов, где у нас отрезан первый заказ. То есть, таким образом у нас работает фильтрация. Здесь у нас работает фильтрация в связке, то есть и с фронтенда, и с бэкэнда, соответственно, где у нас есть определенные запросы к базе с применением данного фильтра. Теперь, что касается страницы аналитики. Здесь у нас показывается два графика по заказам и по выручке. То есть, как видите, здесь все довольно просто. У нас по оси X идут просто даты, которые были сделаны, определенные заказы. И показывается количество выручки, которое было сделано в этот день. То есть, например, 18 мая у нас была выручка 2720 рублей. Средний чек, причем у нас 200. И такой же график по количеству заказов. То есть, например, 13 мая у нас было 4 заказа. То есть, такие графики, которые показывают вам аналитику, и вы можете видеть соотношение выручки и количество заказов, в принципе. И вернемся к странице обзора. Во-первых, у нас здесь есть красивый элемент, который рассказывает, зачем эта страница нужна. И здесь показывается, по сути, как я уже говорил, аналитика именно за вчера. То есть, количество выручки, соотношение процентов. Причем эти проценты, они могут быть как и зелененькие, так и красненькие. И стрелочка также меняется. В зависимости от того, положительный это результат или негативный. И здесь показывается, насколько отличается выручка от среднего значения. Да, именно за вчера. То есть, вы можете в реальном времени мониторить данные. И что еще у нас интересного здесь есть? У нас есть интересные такие всплывающие менюшки, которые позволяют нам делать навигацию между различными страницами более быстро. То есть, просто некоторые материал-элементы, которые мы можем применять. И также есть кнопочка выхода из системы, которая моментально перекидывает нас на страницу авторизации с новым лейаутом. Также еще стоит обговориться о том, что мы в качестве фронт-энда, фронт-энд-фреймворка используем Angular 6. И в связке мы используем Materialize CSS. То есть, по сути, мы используем стороннюю библиотеку. И как раз-таки вы наглядно увидите, как можно использовать различные библиотеки типа jQuery или типа Materialize CSS с фреймворками, в том числе и Vue, и React. То есть, здесь показывается именно принцип, как это реализовано. Поэтому вот такую систему вы получите. Как я уже говорил, мы разрабатываем ее с полного нуля. То есть, мы не имеем ничего при себе. Мы разрабатываем бэкэнд, фронт-энд. И мы выкладываем все это своими руками на удаленный VPS. Настраиваем там все и подключаем домен. В совокупности с бонусами, которые мы предлагаем, то, по сути, вы можете получить очень хорошую компетенцию в Fustech разработке с помощью данного курса, который, по сути, полностью практический. Спасибо всем за внимание. Мне было очень интересно записывать данный курс, и в том числе данное видео. Поэтому надеюсь вас увидеть внутри курса, чтобы вместе понять, как разрабатывать подобные системы. Всем до встречи. Спасибо.